У него появляется страх, потому что, если они разведутся, будут платить алименты, и у него мысли эти набегают, накручиваются, 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 и таким образом жизнь превращается в мучение. Точно таким же образом жизнь превращается в мучение и в церкви. Когда мы делаем все из любви к Богу, как это легко! Какой это полет, братья и сестры! Когда мы деньги несем в церковь, не потому, чтобы потом спросить, куда вы дели мои деньги, но мы несем, потому что это Божья церковь, я часть этой церкви, я сюда приношу свое время, свое молитвы, я об этом думаю, я с радостью прибегаю сюда, потому что здесь часть моей жизни, мы никогда Христа не обманем, это невозможно! Он же четко и прямо сформулировал и сказал, где твое сокровище, там будет твое сердце. Если сокровище здесь, здесь сердце, сюда ты бежишь, сюда ты все свои мечты принесешь, все! Это невозможно! Провести истину и обмануть самого себя. Самое нелепое, это обманывать самого себя. Так вот, что я вижу и как я себе понимаю и представляю семью на основе Священных Писаний, это сочетание двух свободных, независимых особ, личностей. И желание отдать себя во власть другой личности, добровольное желание, показывает то, насколько я почитаю этого другого человека, насколько я его превозношу, чтобы себя отдать ему во власть. Потому что самое дорогое, что у меня есть, это я сам. Это моя душа, это мое развитие, это мое тело, если хотите, это мои знания, это мой авторитет, это мои финансы, если хотите. И теперь я, когда все, 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 с чего я создаю и чем владею, приношу и отдаю это другому человеку, и тем самым я подчеркиваю уровень достоинства этого другой человека. Я так и говорю, этот человек достоин меня. Это нормально. Даже если этого я не говорю, я это имею в виду. Он достоин того, чтобы быть моим мужем. Она достоин того, чтобы быть моей женой. Я готов все отдать ради этого человека. Это любовь. И вот сочетание с собой представляет удивительнейшее таинство, которое может сделать только Святой Дух. Сочитывает Бог. И нам нельзя ошибаться в этих формулировках. Там пастор такой-то сочитал, пастор такой будет нас сочитывать. Это неверные, некорректные формулировки. Никакой человек не имеет силы сочитывать людей. Что Бог сочитал, то Бог человек да не разлучает. Человек может только разлучать, но сочитывать человек не может. Сочитывает Бог. И сочитание это такое глубокое таинство, как на палитре вы берете два независимых, самостоятельных цвета краски. Синий и желтый, допустим. И вы их сочитываете, вы их смешиваете. Вы один чистый цвет бросаете в другой, и вы их смешиваете. Вы создаете совершенно новый, отдельный, третий цвет. Сочитание, который появляется только в результате сочитания. Семья это состояние. Состояние, которое, кстати, уже никогда человек вернуться в прежнее состояние не сможет. Вы никогда не сможете с этого зеленого цвета, который произошел в результате сочетания синего и желтого, вы никогда уже не разделите эти компоненты, никогда не восстановите прежнее цвет. Это невозможно. Это невозможно. Жизнь доказывает, что люди, которые однажды любили друг друга, люди, которые прошли через бракосочетания, их сочетал Господь. И если эти люди разбудятся, они никогда из своей души, даже не из души, а из сути своей, из сущности своего естества, никогда не смогут изъять этого человека, которого они однажды любили. Это невозможно. Потому что чем больше человек надеется, что во втором браке или в третьем браке он добьется счастья, тем больше он заблуждается. Тем больше он заблуждается. Потому что чем больше вы цветов будете смешивать, вы в результате получите грязный цвет. И вы никогда уже не восстановите этот цвет. Чем больше человек в своем сердце разменивается, даже если он состоит в браке, если даже физической измены, фактов физической измены не было, Но человек открыт для флирта, для того, чтобы посмотреть вслед какой-то там женщине, поразмышлять или мужчине. Это неверность. Это супружеская неверность. Это определенная форма измены. Человек уже оскверняется, потому что двое будут одноплодие. Только два человека они отдают себя во власть друг друга. И Господь это таинство скрепляет, знаете, чем? Своим присутствием. В последнее время я наблюдаю такую интересную тенденцию в церквях, я не знаю, как у вас здесь. Но очень в церквях упраздняется понятие членства в церкви. Понятие того, что я христианин, я принадлежу вселенской церкви, я люблю Бога, я не хочу быть привязанным к какой-то конкретной церкви. А в последнее время вообще молодые люди не раз говорят, мы хотим вступить в брак. Проведите бракозачитание. А вы в завете с Богом, я спрашиваю. То есть вы ввод на крещение принимали, вы завет с Богом заключали? Нет. Я говорю, а как вы думаете, можно состоять в завете с друг другом, не состояв в завете с Богом? Они говорят, а какая здесь разница? Это наш завет друг с другом, а то завет с Богом. Вот именно. Если вы хотите, чтобы Бог присутствовал в вашем брачном завете, то вы обязательно каждой в отдельности должны состоять в завете с Богом. Не может Бог присутствовать в вашем брачном завете, если вы в отдельности не состоите в завете с ним. Это невозможно. Завет – это определенный рубеж, который изменяет мой статус. Статус мой изменяется с момента заключения завета. Есть отношения до завета, есть отношения в завете. Заветные отношения. До завета на меня не возлагается никаких обязательств. Не может нравиться человек, я могу питать симпатию к Богу, посещать церковь. Это все да. Но наступает момент заветных отношений. Последние годы я много интересуюсь, читаю об исламе. И знаете, есть такая книга, я вам ее очень порекомендовал прочитать. Она просто вас взорвет, простите за такое слово. Это свидетельство одной очень богатой мусульманки, женщины. Книга называется «Я осмелилась назвать его отцом». К сожалению, я не произнесу ее фамилии, имени. Это сложная арабская фамилия. Но очень мощное свидетельство богатой женщины, которая обратилась к себе.